Я и то, и сё, я и та, и апатия, и суета, я и эх, и ох, я и ух, я и тело, душа, и дух, я и ой, про, я и за, я и смайл, и вода, слеза, я и соу, и ес, и иф, я и лодка, но я и риф, я и ай, я и уй, и ой, что и те, и не те со мной, я и да, я и нет, и но, я и мёд, и вина, вино, я и та, и не та, и ну, я и а, я и ой, ой, я и так, и сяк, кто же я, а я сама своя, не своя. Мама врач, кардиот, я её помню в белом халате, и она всегда приносила домой запах лекарств. А папа всю жизнь проработал на Кандалакшском алюминиевом заводе. Сейчас они рядом со мной в Питере переехали. Я вот помню, Никола Тесла сказал однажды по поводу своей матери, что всеми своими достижениями в жизни он обязан именно ей, что это была очень талантливая женщина. Как доказательство её таланта он приводил то, что она могла связать из ресницы, из собственной, три узелка. Но некоторые говорят, это потому что ресница была длинная, а на самом деле я взяла да и попробовала. Как-то на тренинге предложила людям каждому достать у себя ресницу и связать хотя бы один узелок. Большинство людей даже пробовать не стали, и просто была лень. Из тех, которые пробовали, многие сразу сдались. Скажу честно, что я некоторое время помучилась и завязала таки узелок, и это больше никому не удалось. Мелкая моторика. Так вот, моя мама дала мне очень много. Я помню, что когда она раскатывала тесто, то часто рассказывала стихи. Так что есть красота, и почему её обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. И вот когда слышишь эти маленькие фрагменты, потом с возрастом хочется узнать уже полное стихотворение, и выучить его, что, собственно, я и делала. Отец привел мне любовь к чтению, научил играть в шахматы. Он прекрасно играет в шахматы, и даже до сих пор я с трудом выигрываю у него. Я жила в Мурманской области, в городе Кандалакша, на берегу Белого моря. Мне очень нравилось ходить за грибами, за ягодами. Очень любила лес, запахи, которые там всегда присутствуют, разнотравья. Очень мне нравилось бегать, носиться, в любое время года, зимой на лыжах ходить. Я вообще была очень активным ребёнком, и мне нравилось учиться. Я училась с огромным энтузиазмом, с удовольствием. Я очень ждала 1 сентября, бежала с радостью в школу, с цветами, любила всех своих учителей. С некоторыми из них у меня были иногда эмоциональные, такие, может быть, столкновения небольшие, какие-то по принципиальным вопросам. Поведение у меня было не такое прекрасное, как мои оценки. Но тем не менее. При всей своей миниатюрности она голосом может сдвинуть танк Т-34. Это несколько десятков тонн. В 16 лет я поехала в Питер. Это был город моей мечты. Москва мне не нравилась никогда. Она мне всегда представлялась шумной, немножко суетливой. Квартира музея Цветаевой, Маяковского, Третьяковка, дом музея Максима Горького. Возможности огромные. Конечно, все звёзды эстрады и всё там. Но огромные пробки, огромная загазованность, огромная суета, огромные скорости, как некоторые говорят, скоростя. И вот когда ты вечером в Москве возвращаешься домой, ты выжжат полностью. Я выбрала Ленинградский государственный университет и поступила с одного экзамена. Сдала химию, поступала на химический факультет. Вы знаете, скажу честно, что экзамен этот я прошла не вполне самостоятельно. Мне попалась одна задача, которую я никак не могла решить, несмотря на все свои бесконечные упражнения по учебникам Хомченко. Ну вот никак. И там в аудитории был один молодой человек, который как-то сразу, когда зашёл, ещё перед экзаменом, как-то посмотрел на меня, я его запомнила. Не знаю почему. И он сидел рядом ниже. Я ему говорю шёпотом, молодой человек, смотрю в сторону, я не могу решить одну задачу, вы мне не подскажете. Он медленно кивает головой, знак согласия. Я ему передаю, варианты-то все разные, и я ему передаю бумажку с условиями. Он решает её, я жутко нервничаю, время заканчивается. Он её решал минут 10 или 15, они мне показались вечностью. Передаёт эту бумажку мне, я списываю, и экзаменатор делает ему замечание. Я думала, ну всё. А тот говорит, Володя его звали, Володя Батуев, и он говорит, это я списывал. Его пересадили на другой ряд, очень далеко, поближе к приёмной комиссии, и он меня не сдал. Ему поставили штрафное очко. На один балл он получил меньше, но всё равно прошёл, поступил, и потом был моим соседом на этаже в общежитии в Петергофе. Главное лицо держать, когда занимаешься. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Здравствуйте! Меня зовут Максим Тихонов. Я актёр, ведущий, модель, ученик и помощник Натальи Евгеньевны Грейс. Мне выпала огромная честь сегодня вместе с ней проводить этот тренинг секреты самореализации, секреты успеха. Дорогие мои, я очень рад видеть всех вас в этом зале. Ваши горящие глаза, ваши ясные улыбки. В то время, когда основная часть населения тухлит в обнимку с пивасиком дома, кто-то копается на своих огородах. Здесь собрались самые яркие, самые талантливые, умные, интересные люди, которые задают себе вопрос, как изменить свою жизнь, как стать лучше, что нужно ещё сделать, что нужно прочитать, каким я должен быть в ближайшее время, что я должен узнать. Ну а на эту сцену я приглашаю удивительного человека, психолог, бизнес-тренер Наталья Евгеньевна Грейс. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господа, мы будем говорить сегодня о мужестве, о трусости, о малодушии. И прямо сейчас я хочу отобрать нескольких из вас, для того, чтобы проверить характер. Мне нужны настоящие мужчины. Кто хочет? Прошу на сцену. Объясняю. Сейчас по моей команде вы встаете на один кулак. Вот так. И стоите, пока не рухнете. Приготовились? Да, распределяемся. Не тухлим, не тухлим. Приготовились? Начали. Тот, кто рухнет последним, будет моим адъютантом. Здесь не столько, господа, тяжело, сколько больно. Не тратим энергию, чтобы меня разглядывать. Сосредоточились на процессе. Да, вот вижу, уже костяшки-то побелели. Большева-то масса у вас, боец. Большева-то, тяжело будет в атаку идти. Вот у меня небольшой пикантный животик, но, несмотря на это, я могу отжаться от пола 194 раза. Терпим, 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 терпим. Ну и пока бойцы стоят, мы запишем первый афоризм на сегодня. Мужчина – это источник всех благ. в том числе материальных печально печально уходим 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 мужчина это источник всех благ беда нашего века господа в том что вы дурно воспитываете своих сыновей вы их бросаете на произвол судьбы не платите алименты можно это назвать то что вы платите элементами денег очень стыдно господа и потом когда ваш сын не умеет драться не умеет платить за свою женщину не умеет осыпать ее бриллиантами дарить ей замки то вся ответственность за этот беспредел лежит на вас мужчина который не может воспитать мальчика это фактически импотент запишем это воспитанием мальчиков должны заниматься мужчины и даже если вы полюбили 2 и 3 раз или восьмой раз как я вы должны проявлять попечение о своих детях покупать им квартиры машины другие средства которые позволят им чувствовать себя на коне женщины которые родили вам детей никогда не должны нуждаться я надеюсь все вы запомнили что мужчина это источник всех благ в том числе и главным образом материальных уважаемые дамы драгоценные красивые запишем афоризм женский возлюби себя как ближних своих пишем пишем возлюби себя как ближних своих потому что когда что-то не так с мужчиной женщина бегает прыгает при парке компрессы массажи всех мест а когда болеет женщина никому не интересно это дурно господа а женщины должны больше думать о себе не отклячиваем попу боец спасибо попу не отклячиваем опустил тазобедренный осталось двое почему они не занимаются ничем а что это такое что это такое давай натаха покажи класс вот она составила меня немного больше задумываться о техническом своем мастерстве то есть если даже если люди другой сферы не классические которые внимательно очень следят за тем как хорошо играет скрипач то это не значит что нужен можно играть как-то плохо играть короче что нужно делать чтобы играть хорошо и чисто и динамично нужно просто что в нужные моменты пальчики попадали на грифе в нужные места все очень просто вот а чтобы это получалось нужно много времени и усилий и много гамм и скучных дней для того чтобы были вот такие минуты славы почему это называется минуты славы да потому что все остальное это годы тяжелейшего труда когда другие сверстники ходят развлекаются они на дискотеке они на дни рождения они где-то они в контакте они зависают алиса репетируют поэтому похлопаем еще раз трудолюбия прежде всего наталья грейс помогла мне избавиться от этого вот волнение стеснений вот больше как-то раскрепоститься вот я с ней познакомилась потому что моя мама очень увлекалась ее аудио лекциями я тоже решил послушать один раз мне очень понравилось она мне понравилось то что у нее очень большой диапазон на которой она говорит например секреты обаяния секреты ораторского мастерства и так далее то есть это все очень полезные вещи любому человеку не только творческому и в общем когда мы пришли с мамой на один из ее тренингов мне конечно было страшно поначалу и так далее но постепенно я уже начала привыкать и стала как-то увереннее себе потому что наталья грейс поддерживала меня и помогала стать стать хорошим артистом но с химией мои отношения складывались не очень хорошо я страшно страдала и не могла понять почему вот эти все задачи на решение какая смесь какой компонент у меня получалось это все с десятого раза и как-то все очень тяжело и выше в математикам не давалось сложно я конечно какие-то вещи помню и до сих пор все эти теоремы верштрасса правила лопиталя задачи каши вот но помимо развития вот какого-то общего наверное они мне ничего не дали я упорно трудилась и старалась занималась и зубрила около трех лет пока наконец-то до меня не начало доходить что это все таки не мое было страшно жалко оставлять престижный университет друзей вот эту всю атмосферу жизнь в петергофе в петродворцовом учебно-научном комплексе не хотелось вот люди там были превосходнейшие я считаю что университет вот этот самый большой университет он научил меня учиться там можно было спокойно прогуливать занятия и заниматься самостоятельно никто не занимался в этой мелочным слежением за детьми за посещаемостью если например в медицинском университете куда я поступила после трех лет обучения на химфаке там была система совершенно другой и нужно было посещать абсолютно все и малейший прогул ты будешь отрабатывать до посинения то в университете нрав был дух вот этого обучения он совершенно другой свободы дух какого-то может быть креатива дух каких-то особых отношений дружеских приятельских преподавательского состава и студенчества многое мне это дало конечно вот а первый мед я поступила училась потом шесть лет училась как всегда с упорством с энтузиазмом шесть лет мне казалось я такая уже взрослая на три года старше большинства хотя вот многие ребята поступили кто уже на скорой помощи поработал и со среднем медицинским образованием но в принципе я все равно ощущала что некоторое время уже упущено после шести лет обучения я пошла в институт мозга человека тогда еще была жива наталья петровна бехтерева она была научным руководителем института мозга и там я находилась около года где окончательно поняла что в силу разных обстоятельств это не мое призвание работать работать в медицине да я до сих пор с огромным уважением отношусь к белому халату и где-то в душе считаю что медицина это лучшая из наук как и написано на гербе медицина арсенобелиссимо лучшая из наук но все-таки меня всегда влекло к работе с людьми здоровыми активными с одним здоровым человеком поработаешь и он может изменить жизнь тысячи других людей вот а конечно в больнице нужно особое сердце особое состояние вот такое может быть состояние души как у матери терезы что-то очень близко к душе сестры милосердия я небрезгливый человек и очень возилась со своими пациентами но тем не менее вот мне кажется что в россии не очень хорошо развита практика профессиональной ориентации и если бы дети в 16 летнем возрасте в 14 лет в 12 проходили первичную профориентацию было бы намного меньше ошибок на самом деле лишь единицы людей мне кажется могут понять себя сразу и жить с мечтой с трех лет а о том кем они хотят быть вот но большинству приходится искать ошибаться пробовать учиться работать менять одну сферу деятельности на другую самое главное здесь все-таки признаться себе что ты должен сменить направление это очень важно как я пришла к тренингам ну после института мозга я очень серьезно задумалась что уже 28 лет и нужно что-то делать конкретное мое я села целый день думала выписала на лист бумаги все что я умею все что я хорошо знаю наверное лет с 15 меня интересовало как работает речевой центр один-второй центр брака центр вернике я читала книги про устройство мозга читала информацию по скорочтению улучшению памяти одна из моих любимых книг это книга хью была глаз мозг зрения и меня всегда в принципе завораживала работа мозга я для себя интересовалась всякими штуками которые позволяли бы мне мысли более эффективно запоминать лучше читать быстрее и я составила список тем которые я вполне могла бы преподавать там было как раз и улучшение памяти и внимание и ораторское мастерство и скорочтение и постепенно дополняя разные разными темами этот курс меня сформировала тренинг который назвала потенциал личности человека потому что для раскрытия потенциала безусловно важно все и сознание и умение себя подать и ораторское мастерство навыки владения речи и основы знания пиара вот и это такой достаточно разнородный курс он был самым первым который я стала преподавать а впоследствии мне стало интересно разработать программу по профориентации ей посвящен отдельный сайт вот и работа бизнес тренера это наверное не в чистом виде преподавательская работа это работа наставника потому что важно отследить результат и посмотреть чего добился твой ученик в перспективе в какой-то ретроспективе да на протяжении ряда лет своеобразный эффект до и после меня зовут ирина я знакома с творчеством наталья уже много времени мне очень нравится читала и книги ее и вот на тренингах уже была слушаю стихи поразило стихотворение бабушку прямо в самое сердце я сама уже бабушка и вот хочу продолжать ходить на тренинги очень нравится позитив такой помогает жизни я всю жизнь работал по найму и никогда не задумывался о будущем кем я буду через 15 через 20 лет тренинг наталья евгений грейс помог мне осознать чего я хочу от этой жизни при помог преодолеть страхи страхи открыть свой бизнес свое дело заниматься любимым делом она мне дала огромный толчок мотивацию идти вперед несмотря ни на что двигаться шевелиться для таких молодых людей это очень важно чтобы был человек который в нужный момент может подтолкнуть дать толчок безумно благодарен судьбе что встретил этого человека если я еду на какую-то лекцию на тренинг туда где предстоит какая-то активность когда у меня много адреналина то мне комфортнее находиться на пассажирском сидении а если я никуда не тороплюсь слушаю аудиокнигу или музыку еду в бассейн тогда мне вполне комфортно и собой за рулем и 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 творчество моей жизни ну наверное это живопись музыка я уже в 30 лет пошла учиться играть на трубе У меня учитель Валентин Георгиевич в музыкальной школе на проспекте Просвещения очень удивлялся. В детстве занималась на скрипке. Мой тогда учитель сказал, что играть на трубе – это не женское занятие, а он играл на нескольких сразу инструментах. У него был целый оркестр, целый духовой оркестр. Я всегда пробовала выдувать звук, а он как-то не поддерживал этот мой энтузиазм. Я занималась на скрипке. Занималась 6 лет. Уже потом, во взрослом возрасте, самостоятельно освоила гитару шестиструнную. Под настроение играю в узком кругу для близких, для друзей. На публике мне играть не нравится. И вообще я не очень публичный человек, если говорить об экстравертивных и интровертивных моментах. Я, по сути, своей интроверт, мне сложно выносить какие-то свои переживания, эмоции, делиться чем-то интимным. Я не люблю пускать журналистов в свою жизнь. Не люблю вот этой какой-то общественной тусовки. С Натальей Евгеньевной я познакомился уже даже не помню когда. Настолько это было давно. Посещал практически все ее тренинги, все ее курсы. Дети мои посещали, друзья и знакомые. Это потрясающий человек. Ну, свои стихотворения. Мне нравится, например, «Моль и бабочка». Однажды «Моль» подкралась к бабочке, прилипла к ней и отпечаталась всей серостью своей. Украв у бабочки с крыла весенние цветы, она их спрятала в шкафу средь духоты. В карманах сальных и в подмышках на пальто она их мерила на серое манто. Цветы засохли и рассыпались, как прах у «Моли серой» прямо на глазах. Тогда она решила, ну и пусть, прилипну к бабочке и снова наряжусь. Если у меня враги, ну, я думаю, что недоброжелатели и завистники точно есть. Говорят, что масштаб человека определяется масштабом его врагов. Но мне не хотелось бы думать, что у меня есть высокопоставленные, влиятельные враги. Так, по мелочи. Я очень активный человек. Вот в этом году практически каждый день приходится выступать на разных аудиториях. Для пожилых людей, для учеников старших классов, для учителей. Темы везде разные. От техник уверенного поведения, ассертивность, это называется, и до способов, как бросить курить. Для старших классников. Иногда у меня прямо на лекции в аудитории человек из 50, трое-пятеро сознаются, что они курят. И торжественно дают обещание, что бросят прямо сегодня. Да, это всегда очень приятно. Не знаю, конечно, как будет дальше, но, по крайней мере, вызываются, говорят. Мои книги, ну, я их пишу периодами. То есть, бывает, что книга захватит целиком, я не могу остановиться, я пишу, пишу. А бывает так, что нужно себя немного заставить сфокусироваться, собраться. В этом случае, я шучу, говорю, моя муза ходит по расписанию. Ну, вот, например, учебник по скорочтению, он потребовал сосредоточения. Вот такого, когда ты заставляешь себя работать день за дня, каждый день по чуть-чуть. Подбираешь иллюстрации, потом верстка, что-то дописываешь, меняешь. А вот, например, путеводитель по самореализации «Работа, деньги и любовь». Это книга, которая вот на одном дыхании прямо пролетела, и я просыпалась, начинала набирать текст. И я заканчивала набирать текст, когда ложилась спать, просто падала. И она доставляла мне грандиозное совершенно удовлетворение. Это книга, которая выбрала в себя основные моменты из курса потенциала личности человека. Потому что, на мой взгляд, человек должен реализоваться в профессиональной сфере, в финансовой, в сфере отношений, в сфере любви. Это было бы, конечно, идеально. То есть вот такая гармония, состоящая из трёх моментов. Любить и быть любимым, реализоваться в профессии и достичь благосостояния, которое позволило бы реализовать свои мечты. Рекомендую, более того, я привел с собой уже двух друзей. Мы приехали с удовольствием. И, конечно же, после этого я буду рекомендовать, потому что это отлично. Наталья Грейс супер. Не первый раз, кстати, уже. Посещал довольно много разных тренингов. Но хочу сказать, Наталья меня сегодня потрясла до глубины души. И равных ей просто нет в России на сегодняшний день. У нас есть возможности для действия. Неограниченные возможности. Законы Грейс – это как раз позитивное, светлое видение жизни, когда вопреки обстоятельствам, несмотря на геморрой, несмотря на проблемы, а все равно вот будет, по-моему, а вот все равно будет так, как я хочу, а вот все равно произойдет так, как я настроилась. Конечно, рекомендую. И друзьям порекомендую тоже. Пинок к действию. Получилось реализовать мои желания. Очень много знаний влито сегодня в меня. Значит, если мы потеряли, делайте загадочное выражение лица. Об этом я скажу чуть позже. Если третий пункт забыла, вы поняли, да, зачем я это сказала? Так что я посл... Вы слушаете меня вообще или ройте сумки? Вы последнее, что я сказала? То есть надо всегда делать так, чтобы аудитория вам подсказывала. Если вы утомились и забыли, обязательно кто-нибудь... Вы сказали! И процитируют последнюю вашу... Молодец! Говорите вы. И дальше. Господь твой дух великий Наполняет воздух и сумерки Божественных мочей. Когда ищу отец Твоих не грозный, Нет, не грозный, Но сострадающих и любящих отчей. Когда ищу отец Твоих не грозный, Нет, не грозный, Но сострадающих и любящих отчей. Когда молитвы и искры Жгут мне кожу И трепет листьев шепчет О тьме. Я чувствую, никто другой не может, нет, не может, благословеньем быть в моей судьбе. Я чувствую, кто другой не может, нет, не может, благословеньем быть в твоей судьбе. Я чувствую, кто другой не может, благословеньем быть в моей судьбе. Я чувствую, кто другой не может, благословеньем быть в моей судьбе. Я чувствую, кто другой не может, благословеньем быть в моей судьбе. Я чувствую, кто другой не может, благословеньем быть в моей судьбе. Песня Я росла на ветке, Чувствый поцелуй ребёнка, Иду на вене Вечной весны И ветерок, бьющий мне в деколку, Все это ты, Господь, все это ты. И ветерок, бьющий мне в деколку, Все это ты, Господь, все это ты. И солнце, бьющий мне в деколку, Все это ты, Господь, все это ты. И ветерок, бьющий мне в деколку, Твоих не грозных, нет, не грозных, Но сострадающих и любящих очей. И ветерок, бьющий мне в деколку, И ветерок, бьющий мне в деколку, И ветерок, бьющий мне в деколку,